Доброе утро, дорогие зрители канала Афонтова и, конечно, мои подписчики на канале YouTube Голова Садовая, тетя Таня. Вот смотрите, в теплице уже нету ничего, помидорки убраны, все, урожай приличный, вполне небольшой, не могу так сказать, но приличный. Помидоры не гниют, это самое главное, они достаточно сладкие, их достаточно большое разнообразие сортов, есть и желтые, и оранжевые, и красные, и всякие разные. Но что же делать дальше? Смотрите, обрезаны помидоры, оставлены пенечки, вы помните зачем, да? Мы корни помидор не вытаскиваем, вообще никакие корни бы из земли не вытаскивать бы, потому что это ведь и есть органика, та, которая природа создала, причем наполненная минеральными соединениями вот так. Ведь именно корни все это подтягивают из земли, именно корни бактерии кормят, перенося все в удобоваримом виде для растений. Но мы же понимаем, что болезни никто не отменял. Конечно, на следующий год здесь будут расти огурцы, потому что тут были помидоры, у них нет одинаковых болезней. Но при этом, при всем, если у вас все-таки есть болезни, тогда помните, максим ампулу на 10 литров проливаем, через 3-4 дня фитоспорином проливаем. Но это только проливаем. Земля, которая у вас сейчас вот тут есть, она должна уйти в зиму влажной. Если она будет такой сухой, вам придется приезжать и на своем горбе таскать снег с улицы, потому что теплица не снимается. Она же сюда не задует столько снега, это матушка зима. Поэтому проливаем как следует, что для этого потребуется. Вот наша леечка замечательная. Начнем с середины. У меня три грецки, как вы заметили. Начнем с середины и будем лить так, чтобы было мокро-примокро, чтобы все это было пролито. Вот таким замечательным образом проливаем. Так, чтобы у нас на 30 сантиметров было все пролито. И вот это количество воды, это тоже еще не очень много. Сейчас вода впитается, и я снова повторю пару леек вот на этот кусок грядки. Это обязательно. Но это тоже еще не все. Земля должна быть зимой влажной и живой. Да, хватит ее мороз, да, он начнет ее морозить, и там появятся кристаллики льда, потому что влажно. Естественно, бактерии там тоже будут живые. В сухой земле, к сожалению, почему нельзя доводить цветок домашний до сухого кома? Да потому что он погибнет. Потом восстановить практически невозможно плодородность этой почвы. Поэтому мы проливаем так, чтобы было, мы понимали, что там промокло до Африки. И что делаем дальше? Внимание. У меня в руках наши замечательные мешки для мусора и укрывной. Ну да, грязноват слегка. Но он работал все лето, куда ему деваться? Значит, либо мы укрываем. Здесь ветра не будет, никто ничего не снесет. Укрываем мешком вот так, то есть плотненько друг к другу, чтобы никаких дырок не было, мы должны сохранить влагу. Вот эти мешки и укрывной, они будут дышать, но влагу оттуда не выпустят. Это очень важно. Можно сахарные мешки, тоже очень хорошо работают. И нам надо, чтобы к весне, когда мы приедем и уже будем радоваться, что тут уже можно копаться и что-то высеять, у нас почва будет просто вот рыхлая. Вот не знаю, какая хорошая. Это уже неоднократно сделано. Это мой собственный опыт, поэтому я предлагаю вам сделать так же. Укрывной, вот этот укрывной, это всего 30-ка, 30 грамм на метр. Ну, как бы немножко тонковат, поэтому лучше, если его, допустим, на вот даже эти гряды свернуть вдвое, и вот таким образом просто и проливки тщательный, и таким образом вдвое укрыть будет 60-ка, либо 60-кой. При этом нужно закрыть все двери, раз вы собираетесь уже уезжать, все форточки, запаковать так, чтобы ветер ничего не открыл, и в этой теплице будет все просто замечательно. Когда весной вы приедете и уберете все укрытия, земля должна уже и солнышком обогреваться, то вот эти пеньки вытащатся всего такими, вот знаете, палочками. Сейчас это невозможно вырвать, это что-то такое невероятно большое. А вот такие палочки вытащите всего, а все остальное там вот прям вот так вот разрубится, и эта корневая система помидора будет прекрасным питанием для огурцов. Я вас уверяю, так и будет. Ну, а на этом пока все. Но это не конец еще истории. Субтитры сделал DimaTorzok